Всех приветствую, меня зовут Павел Александр и вашему вниманию в данном видео будет представлена краткая планерка по результатам прошлой торговой недели и важным и интересным событием текущий. Итак, поехали! В ваших мониторах результаты торгов за прошлую неделю и неплохие результаты на площадке фьючерсы. Первое место – 82 тысячи рублей, второе – 41 тысячи рублей. Площадки акции и валюта показали средние результаты. Перейдем к макростатистике. В среду в 17.00 новости по США, в 17.30 данные по запасам сырой нефти. В четверг в 14.15 целый блок новостей по еврозоне, ставки по депозитам, ставки маржинального кабинетования и решения по процентной ставке еврозоны. В 15.30 в этот же день новости по США, в 15.30 по еврозоне пресс-конференция ЕЦБ начинается и в 17.00 также новости по США. В пятницу в 15.30 ВВП США и в 17.00 выступление главы ЕЦБ Драги. Перейдем к событиям российского рынка. На текущей неделе ожидается масса новостей и событий. В поддельник Магнит представит финансовые результаты за третий квартал. АЛРОСА также в этот день представит производственные результаты за третий квартал. РУСГИДРО операционные результаты. И РУССАГРО операционные результаты за третий квартал 2018 года. В среду Х5 представит финансовые результаты за третий квартал. Конференции для инвесторов ВТБ капитал пройдет также в этот день. Новотек опубликует финансовую отчетность в среду за третий квартал и Госдома в первом чтении рассмотрит бюджет на 2019 и 2021 годы. Может быть интересно на рынке. В четверг НЛМК опубликует финансовые результаты за третий квартал. Заседание Совета директоров МТС пройдет также в этот день с обсуждением стратегии на 2019 и 2020 годы. Распаска представит производственные результаты за третий квартал, что может быть очень интересно и волатильно для данной бумаги. И день инвестора Х5 в этот же день. В пятницу пройдет заседание директоров Газпрома, инвестпрограмма на повестке дня вводит. И в 13.30 решение по процентной ставке ЦБРФ. Ожидается без изменений. В данном видео мы анализируем графики различных инструментов. И важно отметить следующую мысль. Совершение сделок на основании дальнейшего технического анализа опасно для здоровья вашего торгового счета. Все дальнейшие рассуждения и заключения – это личное и субъективное мнение автора данного видео. Важно помнить, что технический анализ не имеет ничего общего с реальностью и служит только для удобства использования в торговле различных паттернов и рыночных ситуаций. Успехов в торговле! Перейдем к рассмотрению графиков. Первый – Сбербанк. Здесь на дневниках мы можем увидеть продолжающуюся нисходящую тенденцию с начала года. Уже несколько раз мы касались верхней границы канала. И сейчас в очередной раз мы отскакиваем вниз. Ближайшие уровни – это 191.50 сверху и 179 снизу. Газпром на дневниках. Здесь мы можем видеть после тренда вверх небольшую коррекцию. Причем с уровнем отскока 158. Здесь находится текущий уровень на дневниках. Рассмотрим теперь бумагу на неделях. И здесь мы видим, что бумага после тренда отскочила от уровня мощного последних нескольких лет – 170.5. И подошла к локальному хаю предыдущих также лет – 158. И здесь находится. Нефть на дневниках находится также в восходящем годовом канале. Данный канал немного сдвинулся вниз. В настоящий момент цена находится под уровнем 80 хаем локальным. И в случае продолжения коррекции в шорт, цель движения около 75 – нижняя граница восходящего канала. Даже с учетом, возможно, такого движения, бочка нефти будет находиться в премиумом диапазоне. И пара рубль-доллар не пострадает сильно от данной коррекции по нефти. Пара рубль-доллар находится в нисходящем широком боковике. И на текущий момент очень важный уровень снизу – 65. Сверху интересный уровень – 66.200. Перейдем к рублевому индексу IMOX. Коррекция по индексу продолжается. И ближайшая цель коррекции – 23.28. Сверху уровень – 23.78. Бывший глобальный хай. Долларовый индекс RTSI. Здесь мы видим также коррекцию, но в рамках восходящего канала. Ближайшая цель и мощный уровень снизу – 1110. Продолжим следить за бумагой ФСК. И здесь на недельках, как вы видите, мощные три точки касания по цене 15 копеек. На текущий момент цена находится возле данных уровней. И интересно рассматривать также движение вверх. Также с фундаментальной точки зрения, если произойдет пробой уровня 15 копеек, то, скорее всего, это не на очень продолжительное время, так как большие дивиденды и позитивная динамика по показателям будет двигать бумагу вверх. На этом все. Увидимся в стакане. Всем успешной торговли.